Гамильчанка Яна Матвеенко лепкой соленого теста займается уже каля 10-ти годов. Однако весь этот час свой заняток позиционовала худшей, как хобби. Подаромки рабила для сябров и зараблять на это им не плановала. Однако после подписания на приконцы минулого года указы о проместной деятельности стали заявляться думки на конту властной справы. У одной из крам областного центра Гамильчанка доведалась, каким чином яна сможет реализовать свою продукцию. Отказ я ей задоволил, и девчина накировалась в податковую службу. И вот больше, как месяц, Яна Официна зарегистрована у якости ремесленника. С указом, который вышел в прошлом году, конечно же, здесь было просто нельзя пустить такую возможность, чтобы реализовать себя именно как ремесленника и иметь возможность уже показать свои работы не только друзьям. Я получаю это в огромное удовольствие, когда это можно делать законно, скажем так. Это большой плюс для каждого ремесленника. Тих, кто покульмарит об уластной справе, альбома и пытания на контрреализации новых указов президента и декрета номер 7, запросили нас устречу у речицы. До прикладу, пиролик видов деятельности, які зараз не потребуют регистрации у якости индивидуальных предпринимальников, повеличуся до 30. При умове выплаты одиннага податку по мере одной базовой величины, макшима оказывать дизайнерские послуги, ожитивлять ремонт мебли, обутку и оденья. Верми популярны на керунок цырульные послуги. За пошние два месяца и прирост колькости физичных особ, які займаются гэтой дейностю, склав каля 300 шалавек. Мы проводим совещание для того, чтобы населению, предпринимателю, субъектам предпринимательской деятельности донести, что существует такой пакет нормативно-правых актов, и для того, чтобы они были в курсе и, может быть, расширяли свое производство. Кто-то думает об открытии, но что-то ему не решается. Может, для того, чтобы эти новости его подтолкнули для открытия своего, как говорится, дела. В сиротголовных пировах отсутность необходности усталевывать кассовый аппарат и один и податок отразу за весь календарный год. Однако свою деятельность физичной особой повязана житивлять самостоинно. Коли потребуется наймать помощника, у таким выпадку необходно регистроваться у якости ИП. Кто-то выбирает себе совмещение с основной работой, поэтому не хочет регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя у кого-то. Наоборот, бизнес чуть покрупнее, ему надо наемные работники. Это подразумевает под собой ведение регистрации как субъекта хозяйственного. Поэтому каждый тут выбирает для себя самостоятельно и определяет, как он будет вести бизнес. А мы только очерчиваем те рамки, те условия, которые надо соблюдать. Подчас семинара у дельники отримали не только информацию на контрправовых актов, а и отказы на хвалюющие пытания. Так у приватности размова и шла об кредитовании, парадку реализации товаров и арендных взносинов. Меня интересует просто как физическое лицо. Тоже что-то нужно изготавливать какие-то изделия и также их продавать и иметь дополнительный заработок какой-то. Поэтому мне эти вопросы очень интересны. И очень хорошо, что вообще сделали такой семинар. Наступный семинар отбудется 20 лютого в Жлобине. У дельниками станут девчие и будущие продпрымальники этого района и суседнего Будда Кошалевского. Рабочая группа будет проводить семинары в регионе до середины Саковика. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».